всем привет вы на канале тихая охота так иди гуляй собаки нас с собой взял теперь мешает мне снимать видео иди иди давай иди так это друзья встретилась мне фламмулина эластика под вот этим деревом я этот гриб не находил так что теперь у меня еще есть одно место где есть эти грибы растут то что ты лег иди отсюда иди уходи специально делаешь зря его взял подкарываю тяжело вот уходить иди сюда все нож в снегу мокрый теперь фламмулина эластика родственник фламмулины велютипис конечно же бархатиста ножковой гриб съедобен я его даже сырым ел этот гриб вот как раз вот эта вот характеристика чтобы после морозов отходить больше характерно для эластики чем для велютипис потому что велютипис после морозов зачастую большая часть грибов сгнивает блин собакин ой дурак иди сюда выбраться не мог сейчас ты блин творишь иди отсюда иди гуляй дурачина я его не возьму с собой больше снимать ничего не дает обрызгал мне камеру уходи уходи сказал не гуляй вот эти вот вы видите грибы старенькие недавно еще видел на одном канале фламмулину фена фламмулину фена и фламмулину пеникола тот человек который снимал эти грибы он их конечно не знал он думал что это фламмулина велютипис бархатистоножковая но это были другие виды этот канал называется грибник подмосковья по-моему я правильно сказал я оставлю ссылку на канал этого человека и там вы сможете посмотреть эти грибы в общем-то пеникола он бархатистоножковой не сильно отличается фена очень даже у нее светлая шляпка прям такая белая очень красивый гриб эластика конечно очень сильно отличается от них от всех я так считаю но опять же разница все равно небольшая эти грибы старые и я их брать не буду хотя стоп нет вот этот вот этот хороший заберем эти старенькие эти старенькие все здесь их оставил идем дальше проверять грибы я с собой взял сегодня пакетик ведро не брал потому что я уверен что грибов не будет много большом количестве посмотрим что будет вот еще друзья эластика как сами видите гриб помощнее чем велютипис вот грибочек этот я заберу покрупнее а те мелкие им тут как-то не комфортно без снега они я сейчас присыплю снежком и пускай дальше себе ждут оттепели в общем-то эластика это это гриб ивняк это гриб который любит расти на иве ну на различных пород породах ивовых деревьев так же как вот фена или пеникола они на синах тополях вот велютипис ее можно встретить и на ивовых и на березах например на различных лиственных деревьях может попадаться ну по большей части конечно тоже ивовые велютипис пеникола и фена это это уже тополя сина вот эластика велютипис ивняк пеникола фена тополя сина вот друзья еще эластика эластика мне знаете ли нравится больше чем чем велютипис этот зимний опенок вообще он он очень вкусный друзья эти маленькие можно оставить видели какая бывает ножка в эластике и эластика в основном растет на основаниях и вы или вербы по низу до все эластики что я встречал повыше они были как-то такие угнетенные я бы сказал но возможно это только у нас в регионе может быть где-то они растут и повыше потому что у нас просто воздух очень сухой часто засухи бывают поэтому возможно он просто жмется корням у нас тоже самое с той же печеночница или тсж высоко тоже не растет из-за этого хотя люди встречают не пишут и на уровне груди и выше находили этот и другой вот так эластика вот тут друзья рядом еще зимние опята тоже фламмулина эластика вот это так отщипнем вот смотрите полая ножка как и остальных фламмулин недавно попадался мне такой ресурс там была статья про опенок кирпично красный и вместо кирпично красного опенка там была фотография фламмулина эластика ну так кому будет интересно я оставлю ссылку в описании под видео на этот ресурс вот так просто чтобы поржать друзья и все просто поржать вот еще друзья эластика фламмулина эластика вот грибочек я его сейчас вот съел прям сырым он друзья вкусный чуть-чуть еще грибочков попалась вот они выстояли морозы им ничего ничего не сделалось пожалуй ни один гриб настолько настолько неживуч как этот ну и съедобных по крайней мере переживать морозы и вот так вот оставаться в таком виде свежим вот друзья еще фламмулина эластика грибочки красота намного приятнее чем собирать вешенку сейчас вешенка все равно она как-то от морозов не очень такой красивый вид принимает чем от эластика и властика вкуснее намного я вам так скажу вот они это не грибочки фламмулина эластика зимний опенок был такой случай что я срезал их они были червивые ну как в конце ноября начали в рост идти были заморозки тогда потом потеплело и было сухо долго и они зачервивили я срезал два не три даже три грибочка была срезала не были червивые я их прям так возле вербы бросила ставил валяться затем наступила влажная погода я пришел на то место и они приняли те грибы приняли свой такой первоначальный свежий вид они были такие ну конечно червивые но они были красивые такие свежие молоденькие хоть и была засуха то есть они переносят не только морозы но и засуху жару конечно этот гриб не любит этот гриб любит прохладную погоду он может расти зимой когда вот такие вот перепады от плюса до минуса поэтому в холодных регионах конечно где северней там резко наступают морозы и не бывает зимних оттепелей поэтому на ивах этот гриб конечно там не встретить хотя все возможно возможно даже в период заморозков мне кажется его все таки найти осенних такой вот гриб фламулина эластика сейчас я вам покажу вот так его можно есть свежим и даже ножка та часть которая светлая у него еще не жесткая так друзья вот такой итог ластики набрал немножко ну они же были морозы и грибы эти в рост не шли это то что наросло до морозов когда вот теперь было это вот они ножка какая бывает вы ластики в общем то можно конечно картошечкой пожарить добавить вешенки из морозилки и все будет отлично всем удачной тихой охоты пока